Сильва, бле, дорогие гости! Сильва, бле! Жава, бри! Овек, плезир! Приветствую, дорогие друзья! Когда смотришь на эту актрису, даже не можешь представить себе, что когда-то она была молодой. Запельцер прочно утвердилась звание вечной бабушки, сколько она ролей сыграла в этом Аплуа, просто не счесть. Лишь в одном фильме она сыграла не слишком-то пожилую женщину. Она пела, танцевала и носила шляпу. Этот фильм называется «Проснись и пой». Но ведь не бывает так, чтобы у человека не было ни молодости, ни детства. Почему же сложилось так, что мы не можем представить себе молодую Татьяну Пельцер? Все просто. Известность к ней пришла поздно, почти в 50 лет. Верунья, доченька моя, у нас все как по нотам. Между прочим, во мне погибла великая актриса. Но до этого момента она, конечно же, играла в театре и даже снималась. Кстати, у нее не было актерского образования, зато был прекрасный отец, работающий актером театра. Он многому научил свою дочь. На театральную сцену она вышла уже в 5 лет. Она даже была замужем за одним немецким философом и жила вместе с ним в Германии. Правда, брак продлился недолго, с 1927 по 1930 годы. Татьяна изменила своему мужу с его же другом и решила обо всем рассказать своему Гансу. Мужчина не смог простить обиды и решил развестись со своей любимой. Надо обязательно отметить то, что Татьяна Пельцер была очень влюбчивой натурой. В разные годы она любила разных мужчин. Марка Захарова, Ивана Бодрова, Александра Абдулова и просто обожала Андрея Миронова. Последние 15 лет жизни она очень хорошо общалась со своим мужем. Они даже вместе отдыхали каждое лето. По своему складу она типичная немка. Несмотря на свою бесшабашность, она очень педантична. И внешность у нее немного грубоватая. Такая грубая красота часто встречается у немецких женщин. Всю свою жизнь она пыталась сохранить себя в хорошей форме. Со своим ковриком для тренировки она не расставалась почти никогда. Но при этом она много курила, пила крепкий кофе и любила хорошо обильно поесть. Жаль только то, что этой прекрасной женщине не удалось создать семью. И у нее никогда не было детей. Отдушиной у Пельцер долгое время был ее младший брат Александр. С 80-х годов Татьяна, вечно такая живая, озорная и шумная, стала испытывать проблемы со здоровьем. Наблюдались провалы в памяти, развилась мания преследования. И в 1991 году Пельцер нашли в одной из психиатрических клиник. Она уже никого не узнавала. В 1992 году, на 88-м году жизни, актриса умерла. Но она оставила такой след в жизни, что даже время не сможет его стереть. Многие до сих пор помнят Татьяну Пельцер и многие восхищаются ее творчеством. На голову жалуются. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный и следованию не подлежит. Мудро. Мудро.